Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги Иисуса Новина, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот предыдущие главы, они посвящены делению земли израильской между различными коленами или же племенами. Ну а у нас остались левиты, у которых своего надела нет, в общем понятно, потому что они служат Господу и они не сельским хозяйством занимаются. И что же им, надо где-то жить при этом. Главы левитских родов пришли к священнику Иллиазару, Иисуса Новина и главам родов израильских племен. Это было в Силоме, в Ханаане. И напомнили, Господь повелел через Моисея, чтобы нам выделили селение, где мы будем жить, и пастбище вокруг них для нашего скота. Ну то есть скот не основное, конечно, имущество левитов, их доля это служение Господу. Ну какой-то скот у них есть, молочка тоже хочется иногда и шашлычка. И тогда, согласно повелению Господа, израильтяне выделили для левитов из своих наделов селение и пастбище вокруг них. То есть надел каждого племени, это такая территория, ну замкнутая, да, вот непрерывная. А у левитов точечные селения, то есть они не образуют единой территории, они, как и положено священнослужителям, они всюду понемногу. При этом тоже все делится по жребию, потому что где-то лучше, где-то хуже, кому-то нравится, кому-то не нравится, чтобы это было справедливо, чтобы это было свыше. Сначала выпал жребий левитов из рода Кехата. Потомки священника Аарона получили по жребию 13 селений от племени Иуда, Семена и Вениамина. А остальные левиты из рода Кехата – 10 селений от племени Ефрема, данные от половины племени Моносии. Левиты из рода Гершона получили по жребию 13 селений от племени Иссахара, Асиры, Нефалимы и от той половины племени Моносии, что живет в Башане, то есть к востоку от Иурдана. Левиты из рода Мерари, все их семейства, получили 12 селений от племен Руима, Гады и Завулона. Эти селения с пастбищами вокруг них израильтяне выделили для левитов по жребию, как повелел Господь через Моисея. Ниже перечислены селения, выделенные левитом из наделов Иуда и Семена. Эти селения были отданы потомкам Аарона, левитам из рода Кехата, потому что их жребий был первым. Кириат Арбу, то есть Хеврон, город Арбы от Саанако, расположенный в горах Иудеи, отдали левитам вместе с пастбищами вокруг него. Однако поля и деревни вокруг города отданы в владение Калеву сыну Ифуне. Напомню, что Калев один из тех, кто ходил в разведку еще во времена самого начала странствий израильтян по пустыне, но только он вместе с Иисусом Новином, их двое, вернулись, чтобы принести правдивый рассказ, и за это вот им дается особый надел. Остальные разведчики соврали от страха. Ну и вот он получает особую территорию, но внутри этой особой территории еще особая территория левитов. Потомки священника Аарона получили Хеврон, город-убежище. Он уже был упомянут в предыдущей главе. Город-убежище, то есть куда может убежать убийца, совершивший убийство непреднамеренно, без вражды с убитым, для того, чтобы его не убил кровник, тот, кто отомстит ему. Получили Хеврон, город-убежище, с пастбищами вокруг него, а также левну, ятир, эштемоа, холон, девир, аин, юту и бетшемеш, с пастбищами вокруг них. Всего 10 селений из наделов двух племен. Кроме того, из наделов Вениамина им были выделены Гаваон, Гева, Анатот и Алмон, с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. В общей сложности потомки Арона, священники, получили 13 селений вместе с пастбищами вокруг них. Остальные семейства левитов из рода Кихата получили под джебель следующие селения. Из надела Ефрема они получили Чехем, город-убежище, то же самое, что в горах Ефрема, с пастбищами вокруг него, а также Гезер, Кевцаем и Бетхорон с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Дана, Элтекеги, Бетона, Ялон и Ргатримон с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела половины племени Моносии, Таанах и Гатримон с пастбищами вокруг них. Два селения. В общей сложности остальные семейства из рода Кихата получили 10 селений вместе с пастбищами вокруг них. Семейства левитов из рода Гершона получили следующие селения. Из надела половины племени Моносии, Гулан, город-убежище, что он в Башане, с пастбищами вокруг него. а также Аштарот с пастбищами вокруг него, всего два селения. Из надела Иссахара – Кишионда, Верат, Ярмут и Энганим с пастбищами вокруг них, всего четыре селения. Из надела Асира – Мишал, Авдон, Хилкат и Рыхов с пастбищами вокруг них, всего четыре селения. Из надела Неффалима – Кедыш, город убежище, что в Галилее, с пастбищами вокруг него, а также Хамодор и Картан с пастбищами вокруг них, всего три селения. В общей сложности семейство из рода Гершона получили 30 селений вместе с пастбищами вокруг них. Остальные левиты, семейство из рода Мерари, получили следующие селения. Из надела Завлона, Иокнем, Карту, Демной, Нахалал с пастбищами вокруг них всего 4 селения. Из надела Рувима, Бетцер, город-убежище. Еще раз, интересно, что города-убежища в результате оказались левицкими. Видимо, это такой город, где нельзя мстить за кровь. Ну и вот логично ему быть священным чуть в большей степени, чем обычные города. Поэтому левицкие города пусть будут городами-убежищами. Бетцер, город-убежище. Яхатский, Демот и Мефаат с пастбищами вокруг них всего 4 селения. Из надела Гада, Рамот, город-убежище, что в Галааде с пастбищами вокруг него, а также Маханаем, Хешбон и Язер с пастбищами вокруг них всего 4 селения. В общей сложности остальные семейства левитов, семейства из рода Мерари, получили пожребию 12 селений. В общей сложности левиты получили во владении израильтян 48 селений вместе с пастбищами вокруг них. Вместе с каждым из этих селений они получали окрестные пастбища. Ну вот для того, чтобы был скот, между прочим, еще и жертвоприношение левиты от себя должны делать, не только для кого-то или от кого-то. Для этого нужно иметь свой скот. Они все завоевали. А другое дело, как, собственно, сами израильтяне воспринимают свое приобретение. Вот в начале книги они готовы к действию. И, собственно, может быть, главный лейтмотив этой истории про завоевание – «Будьте тверды, будьте мужественны, будьте смелы, исполняйте то, что вам повелел Господь». И они это делают. Они исполнили, они получили. Что произойдет дальше? Вот об этом следующие три главы, завершающие главы книги Иисуса Новина.